Время реагирования на обращение жителей через систему добродел вновь в центре внимания, как и повторные сообщения от населения. Если с просрочками ситуацию удалось выровнять, то в этой части наблюдаются отставания. Андрей Иванов поставил задачу главам поселений выйти на диалог с самыми активными блогерами и подробно рассказать им о принятых мерах для решения наболевших вопросов. Встречайтесь с жителями, объясняйте, что уже сезон закончился, мы в зиму никакое благоустройство не делаем, показываете денежные средства и ту дорожную карту, которую вы запланировали на 2019 год, и тем самым вопрос нужно с повестки снять, чтобы повторных обращений не было. Во всяком случае, если на такой подробной, проработанной с деньгами ответ будут повторы, мы просто их не будем фиксировать как новое обращение. Далее был заслушан отчет об активности жителей в соцсетях, проблемы качественного водоснабжения, благоустройство дорог, вывоз мусора, освещение. Эти темы в лидерах по просмотру. По аналитическим данным, эти публикации просмотрели свыше полумиллиона человек, и не только жители Подмосковья. Что касается наших дорожных служб, уже не первый раз мы попадаем в социальные сети с вот такой работой, когда у нас пешеходные переходы попадают либо в ограждение, либо в столбы, либо в бордюрный камень, либо в остановки. Во-первых, нужно жестко установить регламент о том, что такие работы проводятся, и через два дня будут завершены соответствующие, будут сняты ограждения, будут подведены какие-то пешеходные дорожки и так далее, и так далее, чтобы об этом люди сразу знали, понимали, что нанесение разметки, очень часто дорожники ищут хорошую погоду, чтобы в первую очередь нанести разметку, а потом уже провести все оставшиеся работы, чтобы об этом люди знали, понимали, и мы не смешили все население, и не только районам Подмосковья, но и России в целом, попадая с такими казусными, соответственно, фотографиями. Система добродел и соцсети демонстрируют эффективность местного самоуправления. Положительная динамика есть, главное – не сбавлять темпов и своевременно реагировать на обращение жителей. Власть открыта для конструктивного диалога и нацелена на достижение оптимального результата.